Рассмотрим, что такое триггеры. У каждой таблицы могут быть так называемые триггеры. Триггеры перед и после вставки новой записи, перед и после обновления записи, и перед и после удаления записи. Вот так можно нажимать на плюсик и вот тут редактировать. Для чего можно использовать триггер? Например, если мы хотим, чтобы когда мы добавляем запись, автоматически первая буква была большая, а остальные, например, маленькие. Давайте вот рассмотрим вот такой триггер, например. И теперь сразу испытаем его в действии. Вот у нас одиннадцать записей. Так, давайте ставим новую запись. Будет офис 20-21. 1500 подстоит у нас. Итак, запустим. Теперь посмотрим, что получилось. Видите, мы вставляли одно, получилось другое. Давайте попробуем теперь вот так что-нибудь здесь ставить. Теперь автоматика будет срабатывать. Что так делать через дизайнера, что делать через какую-нибудь команду типа insert, например. Разберем, как устроен теперь наш этот триггер. Значит, вот наш триггер. Здесь мы говорим, что этот триггер будет относиться к базе данной вот этой. Будет называться он вот так. Вот он появился здесь. И говорим, к чему этот триггер будет относиться. К какому событию. То есть перед ставкой. Что будет относиться для всех записей. И нужно вот что сделать. Взять имя диска новое. Вот. Из того, что уже было, собрать через функции верхний регистр слева и сцепление строк. Так, где здесь, что в этом? Все. Вот это обращение к полю. У нас же есть поле там name-диск. Вот. Но тут надо писать new точка name-диск. Вот мы говорим. Возьми это поле. Возьми функцию. Вот эту left. Это значит возьми один символ. То есть берем первый символ. Короче говоря, нашего имени диска. И этот первый символ делаем с большой буквы. Вот это получилась одна часть. Тут говорим. Возьми под строку. Начинаем со второго символа и до конца. То есть берем второй символ имени и дальше все символы. И делаем маленькими буквами. А конкретно мы сцепляем первую букву, которая у нас получилась большая. И остальные буквы, которые получились маленькими. И вот этой вот командой set new.nam-диск мы присваиваем новое измененное значение. Вот так работает триггер. То есть вы можете эти триггеры делать не только для перед ставкой события, но и вот тут, которые указаны для всех других также события. Здесь нужно его будет удалить. нужно нажать сюда и вот сюда. И оно удалится. Триггеры очень полезные вещи, которые позволяют вот ввести данные какому-то, например, формату нужному для вас. На этом все. Продолжение следует...